Всем привет! Сегодня воскресенье, 18 марта. Мы выехали из дома и путь свой держим мы в город Изник. Это небольшой городок, который находится возле Бурсы, но тем не менее он достаточно интересный. Это исторический город, там есть несколько интересных достопримечательностей. Также неподалеку там находится одноименное озеро Изник-Гюлю. Оно тоже красивое, мы хотим его посмотреть. А также город славится своей промышленностью, росписью по керамике и вообще керамическим промыслам. Мы туда едем в первый раз, мы еще там ни разу не были. Самим нам интересно, хочется посмотреть, что и как. И вас мы тоже приглашаем с собой, надеемся, что и вам тоже будет интересно. Присоединяйтесь к нам. Да, вот. Сейчас мы позавтракаем сначала, а потом хотим и достопримечательности тоже осмотреть. Сюда вернемся. Покружили мы, покружили по набережной возле центра города Изник. И никаких подходящих мест для завтрака мы там для себя не нашли. Потом заглянули в интернет и едем сейчас вдоль побережья, за 20 километров примерно от центра города. Судя по отзывам, неплохое место. Называется Асканья. Там мы планируем позавтракать сейчас. Приехали мы, впереди видите вывеска. Добрались мы до места благополучно. Вот прям по трассе. И слева озеро. Это гостиница. Но народ сюда и приезжает посидеть, полюбоваться видами, покушать. Здесь завтрак открытый буфет. Или по-другому шведский стол. Мы сидим в таком закрытом, в такой закрытой террасе. Здесь еще вот на мостиках есть небольшие террасы. Я потом выйду, здесь все поснимаю. Давай, мы домой. Маме остались. Петухи. Петухи. Она забралась вон туда. А у тебя есть корм? Надо травку ей дать. Ну не знаю, как ты запрыгнула. Петухи. 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 Субтитры делал DimaTorzok Позавтракали мы. Место нам понравилось. Ресторанчик этот называется... Опять я не могу произнести это слово. Осканье. Мне все время хочется его назвать Оксанье. Наверное, потому что я привыкла говорить имя Оксана. И никак не могу я эти буквы переставить. Единственное, конечно, если вам не нравятся шумные места, то мы не советуем вам туда ехать, потому что там очень людно. С детишками много народу. Вот и так далее. А так там, конечно, красиво. Особенно, когда будет хорошая погода солнечная. Там вообще будет замечательно. Сейчас мы едем в сторону Бурсы. Едем мы через Изник. Потому что мы хотим заглянуть, посмотреть достопримечательности этого небольшого городка. Дети вон балуются, но настроение хорошее. Так что на сегодня наша прогулка еще не закончилась. Вот мы доехали до Изника. Припарковали машину. Ну, как я уже вам говорила, городок этот очень маленький. И все достопримечательности, они здесь в одном месте расположены, сосредоточены. Мы сейчас здесь немножечко прогуляемся. Вот здесь развалины старинные крепости. Часть их обнесена забором. Вот здесь за забором тоже есть какие-то руины. Там дальше уже дорога заканчивается. Обойдем эту крепость с другой стороны. Это вот ворота крепости. Они называются Истамбул-Капысы. И здесь, видимо, идет какая-то реконструкция, поэтому все обнесено оградой. Вот видите, реставрация. Сейчас мы перейдем дорогу на противоположную сторону. Там можно будет вплотную подойти. Вот мы перешли дорогу. Здесь название достопримечательности. В эту сторону мы прогуляемся. Музыка. 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 пьют воду мальчики сейчас и я попью сейчас мы двигаемся уже в обратном направлении здесь еще есть по моему какая-то мечеть если я правильно помню еще джами зеленая мечеть тоже попробуем ее сейчас найти напротив крепостной стены находится магазин с керамическими промыслами и ослан балуется сейчас мы зайдем вовнутрь посмотрим это какой-то магазин музей здесь вот даже экскурсионная группа смотрим на экспонаты такие плиточки они в рамочке и как как картина тоже можно это купить на подарок магниты я хочу себе такой магнит с гранатиком сейчас я его приобрету здесь старинного ничего нет это магазин ателье но ателье они здесь говорят ателье это на самом деле мастерская то есть это магазин мастерская смотрите жар птиц вот видите тюльпаны гвоздики основной элемент конечно этих узоров это постоянно тюльпан тюльпан можно встретить почти везде гвоздика меньше это все из фарфора на мой взгляд здесь работы немножечко другие такого как сказать в розницу во всех городах не встретишь здесь немножечко есть какая-то своя специфика с одной стороны похоже но все же оригинальное все очень здесь на некоторых цены прописано вот эти вот два осколка это останки сохранившиеся со времен византии а все остальные вот эти работы это копии этих работ а вон там у них мастерская я прошла в мастерскую как я люблю такие места вот мастер тут смотрите вот они готовятся сохнут а потом будут расписываться краски кисточки это вот уже готовая плиточка в общем здесь у них есть какие-то курсы за один час можно научиться делать подобные плиточки у них еще есть и нижний этаж там они готовят смесь глины вот здесь мастер оказывается работает ой какая красота не когда организм или не засалок челки за бабу яма боялит раскрашивает ой здесь такой запах запах глины сырое сырого подвала я такие запахи очень люблю здесь специальное устройство здесь они делают тарелки смотрите от глины обрезки но это гончарный круг я так поняла а мальчишки меня ждут внизу ну что пойдемте магнитик возьму это мои покупки я купила одну маленькую вазочку и два магнита мы чуть-чуть отъехали от крепостной стены припарковали машину вот здесь вот центр и видите вот по этой улице сплошь и рядом вот эти магазинчики с промыслами из глины гончарные магазинчики вот эти гончарные магазины тысяч у них еще продаются разные украшения это вот набор внутри украшения тоже видите из керамики здесь плиточка для дома тоже можно делать декоративную отделку из таких плиток они очень прочные с этой краской ничего не происходит все это каждую штучку краской раскрашивают кисточка еще одна комната она говорит что когда используешь эти плитки то они очень большой позитивной энергии заряжены потому что это же все от людей ручная работа а я софия джами это тоже мечеть а я софия называется это вот ее парк и сама мечеть девран все рвет цветочки здесь без своих местных жителей конечно же никак не обошлось и вот здесь вот целый выводочек небольшой кутятки 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 это вот похоже центральная площадь города часовая башня посередине находится а это я снимаю в обратную сторону посмотрите какая аллея красивая мы идем в том направлении хотим найти ищель джами эта улица она такая колоритная чем-то похожа на нашу джумхуре джадиси но атмосфера здесь совсем другая ты скажи атмосфера не такая как в нашем городе да более старый совсем совсем другая по-другому здесь все чувствуется и ощущается смотрите какой балкон деревянный а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот дошли мы до упора. Здесь еще одни ворота. Левки. Здесь открыто. Меня поражает, что в этом маленьком городе такой огромный спектр достопримечательностей древних. Люди все снимают. Ой. А здесь, смотрите, парковка для велосипедов. С противоположной стороны в этом месте тоже припаркован чей-то велосипед. Подписи на греческом, да, языке? Там вот внутри какое-то изображение. Что это, интересно? Красный кирпич. А здесь вот такая над аркой. Как это называется? Я забыла название этого украшения. Кто-то, может быть, мне подскажет. Здесь вход, а что внутри, непонятно. Такой купол. Что это такое, я не знаю, если честно. Купол вот так выложен из камня. И здесь вот выход. А здесь находится старинная мечеть Ещельджами. Но в парке здесь вовсю идет реконструкция. Здесь все переделывают, перестраивают. Вот видите? Вот, посмотрите. Я вам поближе покажу минарет. Скорее всего, это плиточка тоже. Вот информационная табличка. Колонны. Посмотрите, какие красивые у нее. Тоже, видите, присутствует резьба по мрамору. А мечеть действует. Это вот снаружи. Друзья, мы направляемся по направлению к дому. День мы провели просто отлично. Нам очень понравилась наша поездка. Надеюсь, что и вам было интересно. Мы всем вам советуем. Из них городок очень маленький, очень небольшой. Но самая интересная его особенность, это то, что на таком большом, вернее, на таком маленьком количестве квадратных метров умещается такое большое количество различных исторических достопримечательностей. Промысловая зона и так далее. Вот эта вот аллея, посвященная керамическим изделиям, просто впечатляющая. Так что, если вы живете в Бурсе особенно, обязательно совершите такое путешествие. Если вы остаетесь в Бурсе на несколько дней, мы вам тоже от души советуем съездить в этот городок, посетить это место. А теперь я прощаюсь с вами. До новых встреч. Всем пока.